Председатель правительства Денис Паслер посетил Нижний Тагилу. В городе с участием областных денег строятся несколько объектов, включая драмтеатр и физкультурно-оздоровительный центр. Работы по некоторым из них должны быть завершены до конца года. Премьер коротко рассказал о тех результатах, которых добилась вся Свердловская область в этом году. Это и рекордное количество водожилья, которое не выделилось никогда в Свердловской области. Это и строительство спортивных объектов, 16 спортивных объектов построенной территории области. Это обеспечение жилья детей-сирот, почти тысячу семей получили, и многодетные семьи, порядка 800. Это и достижение сельского хозяйства. Это и 500 километров газопроводов построили, это в два раза больше, чем в прошлом году. Это и многие другие экономические показатели. В следующем году Нижний Тагил примет несколько ответственных мероприятий спортивного и промышленного характера. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов выразил уверенность, что при поддержке региональных властей город сможет грамотно и в срок выполнять поставленные задачи, активно развиваться, действуя на благо Свердловской области. В конце сентября Денис Паслер также посещал Нижний Тагил вместе с полпредом президента Игорем Халманских. Тогда они вместе с мэром Сергеем Носовым провели открытый урок в одной из школ, обсудили некоторые муниципальные программы, в частности «Безопасный город», а также провели завещание о развитии города. В свой нынешний визит премьер подчеркнул, что эффективность действий региональных властей, направленных на развитие муниципалитетов области, зависит от хорошо проработанной программы и системного подхода. Мы на системной основе помогаем всем городам, и, конечно же, Нижний Тагил не исключение. Это и дороги, это и ФОК мы строим, это и СОК, который мы закончили строить, и драмтеатр, который, соответственно, тоже у нас в процессе стройки в следующем году мы сдаем. Поэтому работа ведется по Нижнему Тагилу во всех направлениях. Поэтому нет сомнения, что мы те планы, которые наметили, выполним в 2015 году. Несмотря на особое внимание к Нижнему Тагилу, региональные власти учитывают ситуации, которые сложились в других муниципалитетах области. Работа по устранению имеющихся проблем будет продолжена в полном объеме. Правительству и губернатору Свердловской области хорошо известны вопросы, которые поднимаются в городах региона. Все они учитываются и будут решаться по мере нахождения наиболее эффективного выхода из ситуации. У нас много мероприятий. Они ключевые, они все известны проблемы, по сути, в каждом городе. Это вопросы ЖКХ, это дороги, это спортивные объекты, это садики. Решение проблем в практически всех перечисленных премьером сферах для жителей Артемовского городского округа актуальны как никогда. Несмотря на то, что в городе есть хорошие инициативы и ведется работа по решению насущных вопросов, нужно помнить, что, как бы это ни прозвучало, Артемовский город дотационный. И без помощи и поддержки региона никакие комплексные меры не могут быть осуществлены. Дороги и жилфонд требуют ремонта агропромышленный сектор и бизнес нуждаются в мерах дополнительной поддержки. В следующем году будет понятно, останутся ли артемовцы один на один со своими проблемами или все же округу будет оказано должное внимание.